А что вы скажете насчет Апока по Age of Sigmar? У нас в последнее время, в 39-м, что-то становится популярной эта тема. У нас сегодня огромных три стола, куча армий, куча игроков. Какая у вас там куча? Портал какой-то я слышал. Ну-ка, Вов расскажите. Бьемся за врата. Врата. В ад, разумеется. Ага, вот там он, да. Над ними сидит уже чувак. Давай потихонечку парим. Это у нас зло, да? Это у нас зло, альянс хаоса, смерти и праздной прочей дряни. Здесь собаки, гули, моргасты, генералы конные, летающие твари, зомби, морти сэнджин, много моргулей, еще одни архаи зомби и ниферата. Здесь у нас силы разложения... А, нет, просто пинки. Дальше, дальше пошла. Плактачт, варбанда, фулл рингл, григейшн и все-все-все по хаосу. Плагобиреры, мародеры, блайткинги, глоткины, блабы, эпидемиусы, чумные катапульты, батька Архаон, конечно же, батька Харбрингер. Затесавшиеся к нам много слонов, много слонов и легион смерти. Копейщики, немечники, много чего интересного. Некрополис? Да. Некрополис Найты, Роял Варфинкс, много героев уже стоят на точке. Батька Сетра, Некросфинкс, много Ушаптий, костяные гиганты, кавалерии и много чериоток. Рау! Рау! Здесь у нас формация из дракотов. Какая формация? Лайтнинг Эшелон. И Чанг, Хэллоу Найты. Да, и все это Хэллоу Найты, причем отлично покрашенные. Сзади герои, там стоят Реликторы, Геральдоры, Селестант. А, нет, это Костелян. Пачка либераторов, обязательный Винатор с луком. Дальше еще больше либераторов. Крокистоун, бля! Ну, давай! Дальше. Много новой вангард-палаты, много джудикаторов. Сзади стоят еще просекьютеры с джевелинами. Впереди это все прикрывают либераторы, сзади разорвинг-флоки. А, нет, это не Сроковника, неважно. А вот врата. Да, это врата в ад. Папка-царь Леонид. Папка-царь Леонид, руководитель сил непорядка. Его убьем, и все сразу станет хорошо. Дальше. Вангард-рапторы. Кто еще вангард? Вангард-хантеры. Да, вангард-хантеры. Дальше снова идут птички. Видим чувака со знаменем, который будет к нам кидать много в дипстрайке. Вон там дипстрайк стоит. Много-много-много дипстрайка. Много-много-много. И погнали сила Сильванетта. Веншин-триммон, Дурту, Аллариэль. Много-дриад. Уже призванный вортекс с магом стоит. Две пачки курнотов, пачка дриад, рожденные леса. И на этом у ордера все. У них очень все плотно. И что они будут делать со всем этим, спросите вы. А я вам скажу, что они будут делать. Они сойдутся и начнут кидать кубы. Кидать кубы, кидать, кидать, кидать. Ведь много кубов будет кинуто в этот день. А ПОК это то место, где особо остро чувствуешь, что в Ахе нужна автоматизация. Мув фаза сил света. Закончилось. Призвали леса. Аллариэль пролетела вперед. Дуртук прям к ней подскочил за свою особую способность. Трича разожлилась. Сейчас 18 дюймов. От нее все юниты получают в Мортал Раду. Сейчас определяем сколько. Курноты высадят здесь близко к колесам. Спайд, Ревинант и Проклили лес. В нем очень сложно проходить Брейвери. Все от него будут бежать. Подвинулись вперед. Рыцарь Герардор решил не дуть сюда. Там призван Вортекс. Который раздает всем силам порядка защиты от Мортал Ран. Здесь все продвинулось. Продвинулся вперед, защищает врата. Там Лайтинг решил, он подвинулся. Раздали свою командную особенность. Какая там? Реролт, Унд, Семдракатам. Семдракатам Реролт и Унд положили. Сейчас будут отстреливаться по бедным несчастным силам Хаоса. А он будет это терпеть. Морталочки? Нет. Все Морталочки. Вот от этой девочки. В 18 дюймах от нее все отряды. Вражеские. Свои. Получают Мортал. Здесь Дрича отстрелялась по всем. Вордер занесли очень много ран. Умерли птички, умерли лучники. Немного ран занесено в курнотов, но они стоят. Здесь чуть-чуть проредили плагбиреров. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Самые большие потери он у пака мародеров. Остался один, сейчас будет пытаться не убежать. Убрали одного плагбирера. У смерти что-нибудь было? Четыре скелета. Четыре скелета, но они сейчас встанут. Там, насколько я понимаю, Тандер Вейф. Что это? Лайтник. Лайтник. Лайтник-эшелон хочет чаржить. Здесь все подвинулись защищать лучников. Здесь самые большие потери у смерти. Здесь вот король. Моргуль первый герой. Да, король остался в рамке. Убили первого героя. На Неферату практически ничего не занесли. Мортгуль занесли три дырочки. Значит, на этом фланге дерево дурту зачаржил Мортгуля. Почти ничего не смог снять или смог снять, но Мортгуль ответил в ответ. Дальше. Постреляли, 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 постреляли. Ничего. Пачка мародеров убежала на Брейвере. Не смогли докинуть. Там почти сколько? Двадцатку скелетов убрал дракон. Двадцать семь. Да если быть точным, двадцать семь скелетов убрал дракончик. К сожалению, в ответ ничего не занесли, потому что это всего лишь скелет, а это дракон. Разница в очках где-то в десять раз. Знаете, что круто в эпохе Аоса? Эпичность. Этот вид один огромных войсковых соединений. Одни только скелеты на левом фланге. Человек там все педантично. Рядами выстрел. Смотрится просто круто. И вот это все друг на друга идет, и будет сейчас рубиться. Уважение. Первый ход сил Хаоса. Силы Хаоса подвигались вперед. Все пробежало, накидало, попыталось. Морталки в свою фазу активируя обелиски. Слоны накинули четвертый результат. Подошли поближе. Тут к силам порядка. Окружают тамбы дракона. Будут пытаться сломить его что-нибудь. Может быть даже нерушимую волю. Здесь близко подвинулись к эзервингам с либератором. Будем пытаться стрелять и убивать. Здесь попытались продвинуться ближе нурглингами. Закрыть духа Дурту, чтобы настрелять ему побольше. Морталочек. Смерть продвинулась вперед, вперед, вперед. Архаи летят вперед. Ничего не активировали. Реликвари пока на Мортис Энджин не открывали. Сейчас будем отстреливаться и чаржить. Так, на первый ход Хаоса на стрельбу. Здесь подстреляли практически ничего не занесли. У смерти только одна стрелковая атака. Здесь все максимально подвинулось. Здесь убрали курнотов, убрали немного птичек. Убрали немного еще птичек. Там убрали почти полный отряд лучников. Хорошо поработали катапульты. Здесь идем, идем, идем. Слоны встали на трехдюльмовую дистанцию, готовятся чаржить. Здесь смерть немного подвинулась. Делает фланговый маневр. Здесь умерло много-много скелетов. Где-то порядка 17-18. Здесь Дурту в четырех ранах ничего нурглинг ему не занесли. Здесь птицы решительные чаржи ничего не занесли. Убрали двух курнотов, убрали две хмут, но они стоят. Барадеры подвинулись поближе. Здесь стрельбой прорезили. Немножечко здесь вошли мамонты. Мамонты убили одного поездника на драконах. Еще трех убили. Здесь тамбы сняли дракона полностью. Смещаются на этот фланг. Сейчас будет миг откровений на ТФЕ. Вы станете свидетелем, возможно, поворотного момента в судьбе канала. Вот именно на этом эпоке я проникся эстетикой фэнтези баттлс. То есть, вот смотря на это, на какой-то миг в моем сознании возникла картина моих хаоситов, идущих со щитами в этих их замечательных плащах со смехом вперед в атаку на штурмкастов, ну или каких-нибудь еще у***ов. И я как-то понял, что я хочу в это поиграть. Это круто, блин. Я надеюсь, что вот как раз ГБХ-2 сейчас выйдет. Вернее, уже вышел. И что-то хаос поменяется. Либо мои любимые тамбы как-то заиграют новыми красками. И это будет толчок, чтобы все-таки пойти начать играть в аос. Как бы еретически это ни звучало. Второй ход сил порядка. Фазы движения, героические фазы закончились. Здесь все двигаются, телепортируются на леса. Здесь Хаммер Страйк высадился. Там стоят крылатые пацаны, которые высадили раз пачку, два пачку, три пачку. Всех пытаются здесь блокировать. Слонам пытались максимально усложнить жизнь, раздать минус один ту хит. Здесь много-много-много-много морталок положили. Леса активировались 10 раз, фигачили по всем морталкам. Умирали голуби, умирали еще кто-то. Это плагобиреры, мародеры какие-то еще, пинки и не умирали. Здесь нежить стоит, нурлинги стоят, все стоит, готовятся чаржица стрелять. Фаза стрельбы, второй ход ордера. Здесь стреляли в мух, занесли дырки. Ополовинили отряд плагбиреров, ополовинили отряд плагбиреров. Занесли дырочки сюда, сюда упал метеорит, сюда дудели. Сдули сами себе одного ретрибьютора, сдули одного плагбирера. Здесь занесли дырки Пютрит Блайт Кингам. Пытались отстреливаться сюда, занесли мало. Пытались отстреливаться по героям, но потом передумали. Здесь упали, почаржили, почаржили. Зашли в КТХ. Там, там бы огибают. По стрельбе, что еще ушло? Там ушло немного скелетов, там ушли моргасты. Там ушел один летающий. Нет, не этот летающий, тот летающий. Ушло немножечко скелетов. Ушел крипт флеер. Закончилась фаза чаржей ближнего боя. Здесь разорвинки подошли, попытались убить нурлингов, но не судьба. Дурто набрил у нас Марнгуля. Марнгуль кончился, к сожалению, сейчас его будут смерть призывать. Здесь эпически вонзается богиня жизни в конного короля. Но его, чтобы спасать инфернальные штандарты, он остается в Агуране. Здесь все пытаются подвинуться ближе. Здесь все намертво стоят. В Благобилерах убили порядка 8 просекьютеров. Здесь попытались ретрибьюторы убить, но потеряли 6 на камерстрайке. Здесь убили первого слона протекторы. Здесь дециматоры вонзили скелетов и потеряли всех из своего отряда. Тамбы набегают с того края. Начинается второй ход Хаоса. Сейчас будем суммонить и выходить. Вы, наверное, сейчас думаете, а как же, как же, как же в Апоке рандомный ход? Это же, это же Читня! Да, я, возможно, вас разочарую, но в Апоке Аоса нет рандомного хода. То есть это Аос без рака Аоса. Второй ход Хаоса, Мувмент Фаза. Бесты, Нурглы, Нурглинги, Плагбилеры все бегут вперед. Мухи встали готовиться чаржить, Глоткин, Блаб, все подошли, окружили. Сам Архаон пошел карать, пошел вперед. Здесь просто волна тамбов накатывается, слоны с поддержкой тамбов на том фланге вылезают против пятерых несчастных героев в Террейне. Вылез Скорпион, вышли Сипулкар Сталкеры, вышел Принц Апофос. Все стоят, Блайткинги не прокинули практически ни одной своей обилки. То есть чума не распространилась там на дальних штормкостов. Мы там призвали Марнгуля, собаки бегут, Морти Сэнджин разрядился, выгодил силы реликварии, ударил по всем марталками. Марнгуль приготовился убивать Алариэль, Нифератор встал на чарж. Сейчас будет эпичная битва за сумочки. Или за зеркальцем. Здесь смерть пришла, 1200 очков стучит Валариэль, осталось две последние раны у богини жизни. Здесь дурни занесли немножечко дырочек в дурту. Здесь лоббиреры подчаржили, одно чудовище умерло в лесу, кинув единичку. Здесь придвинулись поближе, убили несколько либераторов, убили несколько джудикаторов. Мухи стреляли туда, чтобы ослабить строй. Здесь убили четверых протекторов, а даже шестерых убили. Там очень много героев полегло, но и много ран в слонах. Они уже такие кропалеванные немножечко. И здесь мощный наскок смерти. Там один последний дракотик держит кота. Конец хода хаоса. И здесь, я думаю, уже заметна ошибка дизайнера миссии, потому что левый фланг, конечно, провалился у штормкастов. Там просто их смерть смяла. Огромные полки скелетов наступают с фланга. Но, к сожалению, им не хватит ходов для того, чтобы завершить свой маневр. И вообще, поставить главную точку в центре свой деплоя. И как ее можно, в принципе, занять? Потому что видели, что войска были расставлены максимально плотно. И как-то еще усилить давление по центру было физически невозможно. В результате, как бы, левый фланг выигран, но как-то реализовать это уже невозможно. Третий ход порядка. Прошла героическая фаза, прошла фаза движения. Самое главное, здесь Неферата попыталась кого-то задефать. А нет, Алариэль. Алариэль убила, но лес не родился. Здесь снят был Вортекс. Вортекс развеяли, прибежали сюда, пытались здесь кастовать. Нет, Ангин спинков. Дальше сюда подвинулись поближе. Древний Тримминг прыгнул на лес и проехал всем сюда. Там все пытались отжаться к слонам. Двое героев штурмкастов уехало на колеснице Света к своей точке. Здесь все подвигались. Здесь пытались раздать марталочки, пока не очень хорошо вышло. Сейчас Ордер будет стрелять и пытаться вот это море прорежать. Фаза стрельбы закончилась. Здесь отряд убрал пришедших плагбиреров рядом. Здесь немножечко отстрелялись дальние джудикаторы, не попали в слонов. Здесь немного вон сняли мухом. Здесь протекторы, маленький либератор, сержант с молотком готовится чаржать. Там стоит пока еще в трех рамках, оставшись на дракоте. Это готовится к большому черту. Фаза чаржа, третий ход порядка. Да. Рассказывает господин Друссер. Господин Друссер отказывает. Неферата выжила ото всех. Сама ничего, по-моему, не внесла. Или парочку вон в Алариэль. В ответ Алариэль добила одного моргаста и все. Там мне нарезали пяток собак. Здесь четыре дырочки. А здесь четыре дырочки сняли в морфису. Здесь у Нурга все немного плохо. Ушла еще одна муха на стрельбе. Здесь протекторы. Там подчаржили в слона. Одного слона убили. Здесь силы ордера будет готовиться принимать чарж. Здесь все подтянулись. Противников там нет. Готовимся входить вот в эту мясорубку и скорить. Сейчас по очкам 4-4. Третий ход Хаоса. Хаос подступает вплотную к вратам, но штормкасты их держат. Героическую фазу пытались немножечко проредить либераторов. И практически, практически Сфинкс зачаржил. Но практически там, но зачаржил. По кубам показалось, что он убил пару героев. И на момент начала этого хода у Хаоса небольшое преимущество по очкам. Но главная миссия не выполнена. Мы не вошли в ворота, поэтому на следующей карте Ордер будет выбирать, какие ворота они будут оборонять. Но Хаос нанес больше потерь. Попытался закрепиться на этом плацдарме, но штормкасты держат. Их было на 4 тысячи больше. Нас было на 4 тысячи больше. У них были ворота. Мы не смогли взять ворота. Сильные ворота я попросил. Зеленые х***ные ворота. Но в целом, полагая, еще ход или два, и не было бы у сил порядка никаких ворот. Сыграло время. Всего лишь 3 хода они отыграли. Но видно, войск много. Много бросания кубов. И, к сожалению, вот такой вот результат. Кстати, они приходят к нам снова на следующем этапе. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Причем там еще больше человек. Так что не знаю. Надо как-то им ускоряться, чтобы больше играть. При этом как бы больше людей было на столах. Возможно, они просто уменьшили лимит очков на каждого человека. Но смотрится это очень эпично. Возможно, что-то нужно придумать со столами. Опять же, я фанат маневра. Хотя понимаю, что и в сороковнике маневр толком никогда не удается в апоке. А уж в оосе. Блин, просто стенка на стенку и все. Так что ждите следующий этап этого апока у нас на канале.